Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. Копился целый пакетик пустых баночек. Сейчас потихоньку все с вами будем разбирать. Так, первое, что покажу, у меня закончилось вот такое вот жидкое мыло-ля крем, обновляющий ароматный уход. Это недавняя новинка. Я уже сюда переливала из дозатора крема из серии мыла, из серии Бьюти Кафе. Что хочу сказать про именно этот аромат. Вот здесь есть персик, конечно, но он такой химозный. И сказать, что я еще раз возьму, нет. Мне гораздо больше нравится с миндалем, допустим, из этой линейки, даже с кокосом. Артикул 79-71. Ставлю его на кухню, потому что довольно бережно к рукам, руки не сушат. Мыло-ля-ка я ему очень люблю. Дальше, самый шуршащий и сыпучий продукт, это порошок. Порошок закончился какой-то горная свежесть. Тоже люблю, чередую периодически с альпийскими лугами. Артикул 323. Порошок классный, гипоаллергенный. После перевыпуска стал сильнее и мощнее. Вещи с ним стирать одно удовольствие. Расход минимальный. Стираю и крестюшки, то есть грудному ребенку вещи, и всей семье. И все отлично, все замечательно. Поэтому пользуюсь только им. Уже больше года, наверное, точно. Так, дальше. Закончились ночные прокладки серии Сторда Аморов и Берлик. Я вам разворачивала видео, уже неоднократно их показывала. Они классные, мне очень нравятся. Я бы вот даже дневные больше не брала, а ночные надо в запас себе набрать и ими пользоваться. Я их прям люблю. Артикул 112.95. Они довольно большие, но не настолько большие, чтобы вмешаться как-то. Для белья, для трусиков стринга и так далее не подойдут. Нет. Потому что там сзади достаточно такие еще широкие крылышки. Помимо обычных стандартных крылышек, сзади еще в самом конце еще широкие. То есть защита от протекания. Они в связи с этим и ночные. Я им ставлю пятерку из пяти. Прекрасно впитывают, прекрасно защищают. Поэтому очень нравится. Люблю прям и пользуюсь с удовольствием. Так, дальше закончилось. Одно из таких, у меня два прям в использовании стояло. Одно за одним. Ароматное яблоко. Средство для мытья посуды. Артикул 394. Раньше яблочко приходило самое жидкое. А сейчас вот после перевыпуска, да, они вроде сменили дизайн. Не знаю, насколько правда, что они поменяли формулу. Потому что, в принципе, мне как все устраивало, так и устраивает. Но оно стало немножко погуще. Но это тоже не критично. Закончилось, кстати, относительно быстро. Месяца полтора. Но я мою им и все, и соски, и бутылки, и все на свете. Потому что ноль плюс. Решила не брать отдельное детское. Мою все одним. И все как бы прекрасно, никаких нареканий. Аромат тоже классный. Действительно, яблочко. Такое сочное. Но не зеленое, как, допустим, в техно-китце детский шампунь зеленый, да. А такое яблочко. Даже не знаю, какой вам сорт назвать. Красненькое яблочко. Вот как здесь нарисовано, так и есть. Такое вкусненькое, сочненькое, слегка с кислиночкой. Меня устраивает средство тоже для мытья посуды Фаберлик. Поэтому никаких к ним нареканий. Все отлично. Так, из линейки Фаберлик Бэйби у меня закончился, порошком запачкался. Гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ Вера. Артикул 1644. Я вам артикул не сказала, средство для меня посуды 394. Подмываемся всей семьей. И Крестюшка, и Ксюшка, и я. Потому что классная, потому что деликатная, потому что мне очень нравится отдушку этой серии. Я прям от нее балзею. Не знаю почему. Все устраивает. Алоэ Вера, Пантенол. Поэтому все отлично. Берем в запасы всегда. Я тут, как переехала, начала запасы своих моющих, всяких чистящих разбирать. И нашла много интересного, что когда-то брала, да, как новинку, но не пользовалась. Потому что, видимо, не понравилось. Но не видимо, а знаю. Биогель для стирки. Три в одном из серии Гринля. Не очень люблю я эту линейку, честно говоря. Оно вроде как и порошок нормально стирает. Но не хуже вот этого, поэтому зачем. Не хуже, не лучше. В принципе, все то же самое. Поэтому не вижу смысла его брать. Он дороже. Да. А вот такой гель мы с вами брали, когда он только появился. Артикул его 10900. Что по нему хочу сказать. Мне не нравится. Мне вообще пока ни один гель для стирки Фаберлик не понравился. Если честно. Слабовато. Чтобы хорошо отстирала, действительно хорошо, нужно налить дофигища. То есть он не концентрированный совсем получается. Он вроде как густой, все нормально. Но вот если наливать по инструкции, там колпачок, отмерять. Здесь, кстати, есть шкала мерная. Аромат мне тоже не очень нравится. Здесь эфирные масла. Я не очень люблю эфирные масла чувствовать на одежде, на постельном белье и так далее. Там где-то как ароматерапия еще может быть, но не на вещах. Нет. Мне не нравится. Ну, более-менее хотя тушка, более-менее такая. Чуть-чуть цветочков есть. Натуральный цветочный микс действительно, ну, как бы соответствует все. И по факту приходится добавлять, ну, пять таких колпачков, чтобы полный барабан машинки, если есть загрязнения, какие-то отстирались, да. Поэтому расход оказался колоссальным. Я вот его добила и лила просто нещадно, чтобы он что-то отстирал. Да, он отстирывает. Но нужно наливать гораздо больше, чем написано в инструкции. Тогда да. Но это получится слишком дорогое средство для стирки, если его так использовать. Поэтому, конечно, больше не повторю. Так, дальше закончился кетчуп. Я уже такой кетчуп не ем, но я его ела. И он просто потрясающий. Он очень вкусный. Он без сахара, он из помидоров черри. Он такой сладенький. В общем, все в нем прекрасно, все в нем отлично. Я его просто обожаю на самом деле. Готова пить прям вот так. Новый. Так, артикул кетчупа у нас на дне был написан. 160-50. Именно вот этот классический. У меня Ксюша его обожает. Муж с удовольствием ест. Дальше. Мой любимейший ультракондиционер для белья. Это золотая органа. Для тех, кто любит, когда от белья после стирки идет шлейф. И он ярко выражен. Органа это ваша история. Не все просто мои девочки любят. Я знаю, что парфюмерный. Какая-то парфюмерия, какие-то духи. И он действительно ярко выражен. И если вы белье сушите в квартире, и даже если на балконе, когда теплый балкон открыт, я летом сушила. Но по всей квартире этот аромат я от него тащусь. Я обожаю, когда у меня от белья пахнет золотой органой. Артикул 118-54. Сказать, что прям супер мягким белье делать нет. Средненький по мягкости белья, если судить такой кондиционер. Но я его тем не менее люблю. Периодически повторяю. Съели мы конфетки с тигренком. Недавно в заказе они были. Нормальный такой шоколад. Девочки просто спрашивали. Он повкуснее, чем шоколад в плитках, который как замазка. Мне он не понравился совсем. Я не буду больше шоколад в плитках брать однозначно. Он повкуснее. Действительно, судя по всему, без сахара. Он не приторный. От него потом зубы не ломит, как бывает у кого чувствительность повышенная. Он с каким-то сахзамом. И все нормально. Он действительно вкусненький. Можно так себе взять и побаловать шоколадочкой полезной. Поэтому почему бы нет. Как презент тоже здорово. Даже если праздники уже прошли, можно все равно кому-то подарить. Так, артик в этой коробочке у нас с вами. 160,94. И здесь внутри были вот такие вот животные. Шесть штук. Да. Шесть штучек тигряточек. Здорово, тематично. И на презенте, мне кажется, очень приятненько. Так, закончился у меня черный блин. У меня теперь все в порошке. Вот в пакете осталось чуть-чуть. Он просыпался. И все теперь в этих белых крапинках. Детокс-шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы с углем. Технология кристальное очищение. Это еще старая версия. 89,61 артикул. Они еще есть, наверное, распродают. Можно смотреть, какой дешевле. Мне кажется, он такой же, как и новый. Только у нового отдушка какая-то другая. Это черный шампунь. Он черного цвета. Но когда вы пенете его, вспениваете на волосах, пена белая, как бы, ну, черноты никакой нет. Хорошо очень промывает волосы. Действительно до скрипа смывает остатки силиконов, парабинов и так далее. Чтобы на волосы себе там шику масла и так далее. Потому что это все периодически надо смывать, да. Чтобы у нас с вами корни не так жирно, не так жирно, не так быстро пачкались и жирнились, да. Поэтому вот раз в неделю, раз в 10 дней где-то я вот такие вот шампуни использую. Сейчас взяла новый, обновленный такой и пользуюсь, тоже нравится. Бат, живица. Ксюша. У меня Ксюша пьет, я живицу пока не пью. У меня там полно БАДов вообще, которые я сейчас пью, поэтому пока не пью. Артикул 157-28. Допила баночку про живицу. У меня одни положительные отзывы. Потому что когда мы впервые ее с Ксюшей попробовали, наверное, в 5 лет, по одной штучке с утра в завтрак я ей даю. И тогда давала и сейчас. Она перестала так часто болеть. То есть если мы болеем, то раз в год, два раза в год. Раньше прям случалось гораздо чаще. Может быть это совпадение, может быть еще что-то. Но я верю в целительную силу живицы кедрового масла, соответственно. Поэтому, девчонки, кто не пробовал, детки, у кого ходят в садик, я прям советую присмотреться. Она держит иммунитет, она его действительно держит до победного. Конечно, если прям вокруг все болеют, то все равно заболеешь. А так не в первых рядах, по крайней мере, не так часто. Так, шампунь, по-моему, я вам уже показывала. Да, теперь бальзам покажу. Арису закончился бальзам. Это Камелия у нас, укрепляющий бальзам для всех типов волос. Артикул 7927. Я очень уважаю эту серию. Она мне понравилась. На нормальных волосах может быть эффект утяжеления от этого бальзама. Подойдет пористым, сухим, кудрявым волосам. Вот эта серия очень хорошо подойдет. Достойная. Тут действительно чувствуется, что какие-то в составе то ли масла есть, то ли еще что-то. Мои волосы не утяжелял. Вот этот вот бальзам разглаживал. Мне было мало питания, потому что мои волосы любят силикон. А если ваши волосы не очень любят силикон, или вы их не очень любите, то это, знаете, такая вот здоровая альтернатива. Хорошая серия. Уважаю практически все средства из этой линейки. Так, закончилась у меня такая соль. И закончилась она самая первая. Ну, точнее, не соль, а правильная соль с тимьяном и базиликом. Люблю базилик. К тимьяну тоже хорошо отношусь. Частенько добавляла, когда жарила картошку, когда готовлю гуляш, там еще что-то, в общем, куда угодно. В суп. Артикул 161.14. Хорошая соль, удобный формат. Здесь несколько таких вот окошек есть дырочками. Каким хотите, таким и сыпьте. Еще у меня несколько штук других в использовании. Пересолить практически нереально, потому что она практически не соленая. Очень тяжело на нее было переходить после обычной соли, потому что казалось, что все не соленое. На самом деле это здорово. Если вот так вот перейти, это здорово. Тем более здесь соль с пониженным содержанием натрия. Следующий продукт, который закончился, это освежитель водный спрей антитабак. Сицилийский беркомод. Вроде как они обновились тоже, но он как был антитабак с таким ароматом, так и есть. Артикул 303.29. Очень вкусненький аромат. Беру из-за аромата, не из-за табака. Цветочки и что-то еще. А лайм, вот он нарисован, да. Что-то такое, да, чувствуется. А лайм прям, он хорошо чувствуется здесь. Мне нравится этот аромат. Он такой достаточно свежий и в меру сладенький. Освежители защиты от детей. Освежители водные и безопасные для животных, для детей. Совершенно не боюсь при ребенке, при котике, который тут спит. Вот он. Вот еще сладкий. Ох, он тут разоспался среди пустых баночек. Мы спокойно распыляем и ничего не боимся. Вот такой сонный Максик. Лирическое отступление. Иди, ложись. Иди. Так, дальше. Закончился гель очищающий для туалета. Вот такой вот стандартный дом Фаберлик. 112.92, потому что у нас их сейчас несколько, да. Хороший гель. Хорошо справляется, но не с сильными загрязнениями. Я опять на этой квартире столкнулась с тем, что вот были потеки и налет. Вот этот гель с ним не справился. Ни с первого, ни со второго раза, к сожалению. Хотя замачивала очень надолго. Поливала прям пол бутылки за раз. Нет, не справился с сильными загрязнениями, нет. А так, если поддерживать в чистоте унитаз, то гель хороший, прекрасно справляется даже со средними загрязнениями, да. Даже если вот им несколько дней, недели, две. У меня вот прям такие полосы от налета. Я не знаю, сколько им лет, почему люди, которые жили, не чистили, не ухаживали, да. Вот. И с такими он не справился, к сожалению. Я прям излагала большие надежды, но ладно. Будем искать средства. Так, закончилась еще подводка из серии Glam Team, коричневая. Я ее очень люблю. Артикул 5789. И взяла сейчас такую, еще одну новую. Она у меня сейчас, ей нарисована стрелка. Это не ядреная черная подводка, которая бросается в глаза. Коричневая, во-первых, по оттенку она мне очень нравится. Во-вторых, мне очень нравится наконечник. Вот такой острый, которым можно нарисовать как тонюшенькую стрелочку, даже межресничку прорисовать. Так и толстую. Ну, какую угодно, в общем. Не знаю, тут если хватит, покажу. Уже мазюкает. Уже практически ничего нет. И это как маркер. То есть им очень удобно рисовать. Нет, практически высох, видите. Ну, оттеночек в целом очень приятный. Коричневый, не ядрено-черный. У меня и тушь коричневая сейчас на ресницах. Можно тоненько-тоненько так прорисовывать. Очень удобно. Он достаточно такой гибкий, да, видите. Но в меру. В меру. То есть мне вот этим средством очень удобно прорисовывать межресничку и стрелку. Для меня это прям вот идеальный продукт. Ну, и на этом все, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А внизу под видео всегда ссылка под регистрацию. Регистрируйтесь, если еще не зарегистрированы. Будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.